всем привет ну что как и обещала снимаю видео по поводу распродажи своих раскрасочек у меня здесь есть как новые так и бу раскраски то есть там где есть несколько раскрашенных страничек в первую очередь хочу сказать что у меня не стоит цель заработать денег у меня стоит цель освободить место под новые раскраски которые я покупаю а эти я просто уже либо не раскрашиваю либо случайно купила либо еще какие-то другие причины их покупки были вот поэтому давайте так я оставляю под видео свою почту я ее читаю гораздо чаще чем комментарии на ютубе вот поэтому а вы можете писать и в комментариях но лучше будет если вы будете писать на почту потому что там мы с вами сможем сразу непосредственно договориться про адрес про переводы про все 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 да а в комментариях к ютубу к сожалению мы не можем делиться такой личной и персональной информации поэтому будет лучше всего если вы сразу будете писать на почту и если у вас есть какое-то другое предложение по цене пожалуйста озвучивайте его а если вы берете несколько книг то скорее всего я сделаю скидку отправляю я только по россии ну и почта за ваш счет сколько там насчитает почта россии я отправляю бандеролью и заранее покупаю почтовые конверты для посылок то есть они будут стоить чуть дешевле чем на почте ну что ж поехали так давайте начнем с раскрасчик бу точнее где есть пара раскрашенных страничек у меня их намного меньше чем новых которые хочу продать но тем не менее алика лэндл я думаю нет смысла делать какое-то полное пролистывание хотя в принципе тут всего-то 20 страничек симпатичные девочки они мне знаете что они мне напоминали кристин кэрон именно поэтому я их взяла но если честно для меня эта рисовка оказалась немного не тем что я хотела а именно грейс кейл который есть серый лично меня он все-таки больше смущает чем помогает я знаю что многим он нравится поэтому я даю раскраску чтобы она радовала кого-то другого а не занимала у меня место вот давайте мы с вами долистаем до странички которые я начала такие вот иллюстрации ну вот собственно вот такая вот страничка я начала маркерами но заканчивать ее не хочу надеюсь у вас получится лучше чем у меня вот собственно вот и все здесь нет повторяющихся иллюстраций и цена этой книжечки 150 вот такая у меня книжечка есть называется rainforest escape это jade idone и она акварельная и это не шутка не маркетинговый ход она действительно акварельная бумага замечательная она не белая она чуть-чуть кремовая книжка прошитая просто супер вот такую картинку я раскрасила ну я поняла что темы которые здесь есть они как-то кстати она на перферации можно если что обнимать очень много каких-то паттернов и мне такое не очень нравится и соответственно вот все что мне нравилось это первый домик я это и раскрасила а в остальном но она очень крутая для того чтобы раскрашивать акварелью ну реально вот на ней прям прям очень приятно раскрашивать акварелью классно ложится растекается здесь я вот заливку делала вот гранулирующую акварелью все то тоже замечательно распадается и все супер но к сожалению сами эти вот сюжеты точнее отсутствие сюжета может быть про таиланд мне бы чуть больше нравилась книжка мне кажется там как-то более ну с идеи вот здесь мне кажется что очень похоже на паттерны но еще такая у меня раскрашена получается три иллюстрации раскрашены но тут очень много дизайнов насыщенные графика дизайна есть поэтому в принципе где разгуляться с акварелью бумага плотнущая у нее небольшая есть текстурка кстати вот такие вот разворочки ну и также еще вот птицы и ботаника это конечно не самые любимые сюжеты а вот эти паттерны про которые я говорила ну если вам такой нравится тем более помогите акварелью и все удовольствие это прям кайф вот но она кстати тяжеленная будет я думаю что она весит грамм 800 наверное то есть при пересылке вы считываете это и я ее продаю за 700 рублей также вот такая штука да я понимаю что это раритет и не у всех есть но это потрясающая графика Ирины Винник просто офигительная Ман Иванов и Фербер издания это конечно знак качества но эти дизайны мне раскрашивать вообще не хочется у меня тут смотрите сколько получается три начатые картиночки и одна раскрашенная то есть это год 4 тоже я так не добралась до того чтобы ее завершить вот то есть получается здесь 4 картинки затронутые а все остальные не затронуты бумага потрясающая плотная вот и в принципе если вы хотите иметь такую книгу просто в своей коллекции то будет наверное замечательно я не коллекционер сразу скажу я пытаюсь все свои раскраски начинать и в идеале их же и заканчивать то есть у меня в принципе стоит такая цель в какой-то момент закончить хотя бы там несколько книг которые мне больше всех нравятся вот и соответственно если у вас такой цели не стоит или если вот если вам нравится если вам такой вот заходит и так далее вот то в принципе я считаю что это для вас книжка вот такая она иллюстрация мне раскрашена маркерами с доработкой карандашами так сейчас я ее уже долистаю но я думаю что в принципе листать нет смысла вы все прекрасно знаете что это за книга но так как она издавалась давно и больше не издается возможно что вы ее всегда хотели и это ваш шанс вот ее я продаю за 700 рублей дальше у нас Tanglewood это иностранное издание Jessica Palmer если не ошибаюсь оно английское это издание бумага кремовая не белая вот и в принципе для акварели пойдет давайте вот так раскрою не сказать что она идеальна для акварели но в принципе вот кстати у Кристинка классный есть мастер-класс по поводу этих салочек очень интересные дизайны они мне очень понравились но в виде исключительно графики устрашивать такое я не умею вот смотрите у меня здесь вот такое начало давайте я вам наверное побыстрее вот мне очень такие вот развороты нравятся очень-очень и тут в принципе и акварельно интересно смотрится и карандашами раскрасочка прошитая давайте я вам все таки быстренько пролистаю такие сюжеты с растениями с животными ну все что как раз относится к лесу вот так же еще вот такая вот здесь фон просто залит акварелькой ну а здесь я тестировала неоколоры неоколоры у меня тоже не пошли но их я уже продала поэтому осталось только вот это солнышко есть книга российского издания но насколько я понимаю ее уже не купить вот поэтому я ее заказывала в свое время на book-депозиторию вот это такая прикольная иллюстрация мне она очень нравилась но раскрашивать почему-то меня не тянет и я поняла что если я у меня эта книжка около полутора лет наверное вот придаю ее за 700 рублей поехали дальше пуантилизм нади Васильковой мне нравится ее стиль но я вам сразу и честно скажу бумага здесь не очень я так понимаю что именно такую бумагу называют амазоновской она очень тонкая она офисная можно сказать но дизайн это что-то вообще офигенное вот здесь я начинала призмами змеи в принципе выглядит неплохо но почему-то рука даже не тянется ее закончить я не знаю с чем это связано если честно потому что по самим дизайном я прям фанатею вот но сама бумага я сейчас все-таки стремлюсь больше к акварели и к маркерам но единственное что вот такую тонкую бумагу маркерами наверное тоже будет сложновато раскрашивать ну потому что маркеры наверное будут растекаться я так тоже не люблю поэтому я начала карандашами но что-то не пошло как вы видите тут есть в принципе и портретики но в основном конечно это животные это мандалы с драгоценными камнями и тут цветы это очень прикольная картиночка ну и лайн в принципе такой не очень черный и вот у Нади видите какая специфическая рисовка точечками ну собственно плантилизм это и название такой техники как в живописи так и в графике вот это точки или маленькие мастетики вот но книжечка как видите довольно толстая в принципе если вы практикуете то можно вот кстати у Надя на Этси эта картинка стоит каких-то бешеных денег вот если вы практикуете снятие скана и распечатку на какой-то своей бумаге то я думаю этот вариант вам просто идеально подходит к сожалению у меня нету сканера и я бы себе конечно отсканировала бы пару иллюстраций вот но почему-то знаете когда много книг уже так заворачиваться со сканерами вот эта окошка вообще потрясающе со сканерами и со всем прочим тоже и не хочется что-то я наверное долго листаю это видео будет супер длинным но посмотрите как вы красоты но я подумала раз уж некоторые любят длинные видео то и такое тоже в принципе нормально здесь я пробовала подушечки дистресс инук они для этой бумаги идеальные но это я пробовала на встрече у меня таких нет и если бы они у меня были я бы конечно бы раскрашивала но покупать их исключительно из-за нескольких книг где вот такая плохая бумага ну не знаю что-то я не хочу тем более книг когда много это просто листик а вот здесь смотрите я пробовала акварель и неоколор вот в принципе даже практически не протекает но бумагу ведет вот тут все видно вот цена этой книжечки 600 рублей а дальше у нас пошли новенькие книги то есть абсолютно не начатые и я поняла что они мне по разным причинам не заходят но эту раскраску я думаю вы все знаете по по видео Алене Маскалевой она ее просто потрясающе раскрашивает и конечно я насмотревшуюся ее раскрашенных работ тоже захотела но потом быстро поняла что такая рисовка это не мое ну вот знаете как то оно как то раскрашенное красиво но когда я открываю эту книгу у меня знаете как совершенно пустая голова ни одной идеи по поводу раскрашивания этих картинок у меня не появляется то копировать картинки Алены тоже как то мне не очень хочется я не то что против там мастер-классов или нет я наоборот за вот но здесь что то хотела знаете свое оригинальное но как оказалось здесь оригинальное я придумать не могу вот поэтому я ее придаю и придаю ее за 800 рублей на новое так дальше Селина Финик я вам эту книжку показывала я не знаю наверное года полтора назад в каком-то хобби-влоге и говорила что это моя первая книга с двумя сетами иллюстраций то есть повторяющихся у меня до этого никогда их не было и у меня была идея раскрашивать все их и то и то одно как день а другую как ночь в принципе эта идея до сих пор мне интересно и импонирует но я поняла что именно вот сама тема животных это не мое мне тоже очень нравится как Алены Маскалева их раскрашивает но это не для меня как животные ну где-то я их конечно раскрашу там маленькая птичка или еще что-то а вот так чтобы именно животные еще и фон какой-то вот я поняла что это не то что мне интересно раскрашивать вот настолько много раскрасок у меня что тратить время на то что не особо интересно не очень хочется ну и здесь 2 второй сет и те же самые иллюстрации их здесь всего по моему да 25 обложечка прикольная такая софтать прикольная мне очень понравилась сама книга но вот к сожалению именно что это животные мне ну не очень импонирует но я знаю много людей которым наоборот нравится раскрашивать животных и ей эта раскраска им понравится вот я ее продаю за 1200 там дальше вот такая книжечка японская тоже ее показывала тоже я ее покупала для себя но так и не начала просто знаете вот открываешь книгу и совершенно нет идей по поводу раскрашивания я не буду ее сильно раскрывать чтобы корешок не повредить вот и очень сложно мне ее будет вам показать потому что у нее очень серый лайм и кстати бумага очень похожа на акварельную вот я не знаю какое видно чуть-чуть видно в общем здесь такой серый-серый лайм кстати я вам пролистаю все-таки кое-что видно я думаю вам будет понятно что здесь такая тема сказок здесь есть и спящая красавица и золушка и красная шапочка и щелкунчик и тут есть и паттерны ну вот такого плана паттерны нравится раскрашивать вот и такие сюжетные иллюстрации красивые красивые очень красивые и что меня больше всего в этой раскраске заинтересовало это бумага очень плотная и серый лайм очень-очень светлый вот видите я даже на камере его практически не могу показать потому что он очень светлый и соответственно вам не нужно будет скрывать все эти бесконечные линии которые мы уже забыдались немного скрывать ну кто скрывает я имею ввиду кто-то вообще не скрывает и это выбор каждого человека ну я надеюсь вам кое-что видно я сама когда смотрела обзоры этой книги я старалась понять что там такое вот но обзоры это одно когда ты получаешь книгу это совсем другое и когда я ее получила и сама ручками пролистала я поняла что ну пока нет идеи может быть в будущем что-то изменится я не знаю вот она новая и продаю я ее за 1700 дальше вот эта книга это тоже сказки это новиночка насколько я помню я значит ее брала просто в довесы когда делала заказ на CD Japan и у меня совершенно не было идеи ее для себя брать поэтому я ее сразу брала для продажи я тогда несколько книжек убрала и в принципе уже практически все продала и вот эти остальные ой не знаю как вам показать надеюсь вам все видно будет в принципе обзоры есть на эту книжку давайте тут разные авторы и соответственно разная рисовка и разный лайн мне очень нравится тема сказок это прям мое но единственное что мне не нравится это аниме рисовка лиц если вам это нравится то это прям супер книга вот потому что сами сюжеты просто офигенные мне очень понравились и я люблю тут когда разные авторы и разная рисовка в книге не знаю мне это нравится кому-то наоборот мне нравится вот а я прям люблю всякие сборники а тут еще не то что сборник а именно общая тема тема сказок здесь насколько я помню девять авторов и сказки абсолютно разнообразные даже есть призрак оперы очень детская сказка конечно но тем не менее спящая красавица и золушка и красная шапочка тоже есть и алиса в общем здесь просто на абсолютно на разный вкус есть сказки иллюстрации тоже вот видите тут тоже другая рисовка если вам нравится пробовать разные рисовки разных авторов то эта книжка вот прям супер супер отлично подходит для этого я ее листаю она теперь мне нравится что ж такое вот так здесь в конце как раз есть про авторов то есть какой автор какой он нарисовал сказку и вы можете здесь миниатюрки в принципе пробовать раскрашивать как цвета подобрать вот такую книжечку продаю за 1600 котики я думаю нет смысла вообще их листать ну да ладно я его полистаю у меня тоже есть котики ну ладно где-то на полочке есть я там раскрашивала уже несколько картинок и бумага классная она единственное что к ней надо приноровиться она как будто прорезиненная вот и надо выбирать либо раскрашивать акварелью либо карандашами хотя вы знаете я раскрашивала одну картинку на камеру акварелью и потом практически я не дорабатывала карандашами потому что первую картинку я раскрашивала акварелью а сверху иллюминацами у меня вообще никаких проблем не возникло ее доработать поэтому если вы хотите то можно экспериментировать и раскрашивать акварелью, а дорабатывать ее очень мягкими карандашами. Самые мягкие, которые у вас есть, дроулинги, люминансы, какие у нас еще теперь мягкие карандаши. Ну, дальше уже призмы. Мне кажется, дроулинги и люминансы будут помягче призм. Но, опять же, это мой любительский взгляд на карандаши. Для кого-то и призмы слишком мягкие, а для кого-то и нет. Классная книжка. Я думаю, что вы видели много уже раскрашенных иллюстраций. Она просто абсолютно милейшая и в ней есть деление по сезонам. Я знаю, что это многим очень нравится. Я к этому отношусь совершенно спокойно. Могу раскрасить зиму-летом и лето-зимой, и совершенно меня это не волнует. Кстати, я здесь пробовала не акаверы и даже я здесь маркер пробовала. Ну, это как бумага вот такая вот прорезиненная. Я думала, а вдруг не протекает? Ну, нет, маркер, конечно, просто протекает. Вот. И здесь такая суперобложка, а внутри такая коричневая обложечка. Вот такая вот. Так, эта книжечка у нас идет по 1400. Ой, дальше мелочевочка. Вот такая вот книжка London Coloring Book. Здесь она, знаете, идет как иллюстрированная энциклопедия или даже, знаете, иллюстрированная экскурсия по Лондону. Вот. И здесь кое-что раскрашено. Эмма Фараронс – это автор первой раскраски антистресс для занятых людей. Вот. И вот здесь вы видите кое-что. Здесь все по-английски, если, кстати, вы с детьми изучаете английский, я думаю, им будет интересно. Ну, и вообще, по мне, это немного все-таки детская раскраска, не для взрослых. Но, опять же, это дело каждого. И вот здесь вот есть такие полураскрашенные иллюстрации с описанием на английских разных исторических памятников в Лондоне. Вот так это выглядит. Рисовка, конечно, такая своеобразная. Похожи люди на Лидии Мори Каллен немного. Ну, в принципе, мне кажется, интересно. Ну, мне кажется, даже это больше интересно тем, кто изучает английский. Вот так. Эту книжечку я придаю за 500 рублей. Круг жизни. Я не знаю, нужны ли комментарии или нет. Это российское издание. Оно чуть меньше оригинального английского, но я так понимаю, что в ней акварелят и не испытывают с этим особых проблем. Я эту книжку купила, но поняла, что мне хватает Керби Розаноса. И вот такие иллюстрации с множеством лайна и с черными такими линиями мне будет тяжело раскрашивать. Поэтому я ее даже... Она пришита? Я не помню. Поэтому я поняла, что я ее даже не буду начинать. Вот. Ну, стоила она недорого, поэтому я, честно говоря, особо не расстроилась по этому поводу. Есть, наверное, пару картиночек, которые я хотела бы раскрасить, но у меня есть гораздо больше книг, где мне нравятся практически все иллюстрации, а не пара картиночек. Поэтому я бы и раскрасила, но да не хочется мне оставлять книжку с одной-двумя иллюстрациями. Потому что мне все-таки хочется все свои книги закончить. Есть такая у меня идея. Вот. Я думаю, вы знаете, сколько она стоит в российских интернет-магазинах. Нет смысла вам говорить. Я ее продаю за 150 рублей. Новую. Может, вы ее в нагружку там каким-то еще книгам, которые вам понравились, возьмете. А здесь идут вот такие вот книжечки из серии. Это серия, где прекрасные незнакомки издавались. И я как раз-таки их набрала просто, знаете, по... Как это сказать-то? Ну, в общем, набрала и набрала. Я даже, наверное, не собиралась их раскрашивать. Собиралась раскрасить пара страничек и отдать ребенку. Но я поняла, что и пара страничек здесь я раскрашивать не хочу. Ну, кроме прекрасных незнакомок, мне еще понравились как раз-таки вот цветы и птицы. Не знаю, какие-то прикольные, как помню. Бумага тут, в принципе, такая обычная. Если у вас есть прекрасные незнакомки, то вы прекрасно знаете, что это бумага. Акварелить можно, но аккуратно. Луж не разводить. Просто я бы, может, и раскрасила. Мне нравится такая вот рисовка. Она, может, немного и кривая, но почему-то, вот знаете, как в прекрасных незнакомках. Все кривые лица, но они мне так, я не знаю, не то, что нравятся, а вот так интересно их раскрашивать. Ну, это я про себя говорила. Вот здесь скрепочка. Вот такие вот иллюстрации. Может быть, и детям вашим понравится. У меня несколько сетов их было и кое-где были повторки. Повторку я ребенку отдала. В принципе, он иногда красит, но, если честно, он просто не любит раскрашивать. Поэтому его это не особо заинтересовало. Вот эти птички прикольные. Мне понравились. Ух ты. Классное сало. Вот. Это книжка 100 рублей. Вот такие вот по сказкам. Ну, это, знаете, похоже на Динару Брума. Если у вас есть ее арт раскраска. Как она называется. Ну, вы поняли, да? Вот. Интересная рисовка. В принципе, я даже думала, что буду раскрашивать, но я и до Динары Брума тоже не добралась. В смысле, что идей нет. Вот эти страшные, конечно, поросята. Ну, бывает, бывает. Старая очень раскраска, конечно, тогда, когда ее создавали. Такого изобилия, я бы даже сказала, раскрасок и для детей, и для взрослых, конечно, не было. Вот. Ну, интересно. Смотрите, Мишка. В теремке. Так. Эта раскрасочка 100 рублей. Подводное царство. Знаете, я вам вообще их по-быстрому пролистаю, потому что, ну, очень они такие однотипные. И даже, если честно, не вижу смысла особо о них говорить. Тем более, что я их продаю по 100 рублей. Так что, если вы какими-то книжечками заинтересовались, то эти, в принципе, можно просто в нагрузку. Да и все. Так. Так. Тоже из этой же серии Лес чертей. Про лесных жителей. Всякие грибочки, насекомые, животные, птички лесные, всякие чащобы. Ну, а тут это все есть. Ну, я надеюсь, что, в принципе, вы для себя что-то понимаете. Я быстро листаю на 100 рублей. И тоже последняя из этой серии волшебные цветы, которая мне больше всех понравилась, но так руки и не поднимаются на нее. Очень интересная графика. Такие, прям, графичные цветы. И даже с птичками и фрукты. Упся. Упся. Блин, она мне продолжает больше всего нравиться в этой серии. Посмотрите, какие дроваты классные. У меня это вообще прелесть. Я просто ботанику не очень люблю. Вот если бы я еще и ботанику любила раскрашивать, наверное, эта бы книжка все-таки у меня осталась в коллекции. Ну, а так, не фанат ботаники. Могу просто восхищаться, но не раскрашивать. Тоже 100 рублей. И вот последняя серия, это вот эта вот принцесса. У меня был сет из четырех. Одну я начала. А вот эти я и, честно говоря, мне одной и той и хватает. Поэтому я и не собираюсь их начинать. Маргарита Водопьянова, это раскраски из нашего с вами детства. Давайте я их полностью пролистаю. У нее есть обзор на канале. Вот. И, в принципе, в обзоре я также говорила про бумагу. Бумага, по мне, это чистый ватман. Вот если вы знаете, что такое ватман, вот это он. Акварель на ней довольно-таки плохо ложится, притекает. Я вот помню как-то в молодости своей я училась в архитектурном классе еще когда была в школе. И мы, чтобы рисовать, натягивали ватман на планшет. Ну и, соответственно, делали там всякие разрисовки. И вот когда вы ватман натягиваете на планшет, то рисовать потом на нем можно хоть акварелью, хоть чем. Карандашами вообще шикарно. Но пока вы не натянули ватман на планшет, акварель, конечно, будет коробить бумагу и точечками идти и так далее. А вот когда натянули на планшет, тоже нет. Когда вы натягиваете на планшет, вы, кстати, бумагу смачиваете. Вот. Поэтому, видимо, после смачивания бумаги и вот эти вот точки все уходят. Но, опять же, я не профессионал, не могу точно утверждать по поводу природы возникновения этих точечек. Но, тем не менее, я считаю, что это ватман. Карандаши ложатся на него замечательно. Так. Каждая из этих книжечек по 100 рублей. Вот тут три. Ну, если вам, в принципе, эта серия нравится, я в обзоре оставляла ссылку на автора Маргариты Водопьянова. В принципе, сейчас можете этот сет купить и поностальгировать по своему детству. Ну что ж. На этом все. Спасибо большое за внимание. Еще раз вам напоминаю, что оставлю почту в описании под этим видео. Пожалуйста, пишите сразу на почту, чтобы мы с вами могли насчет доставки, насчет стоимости, все-все-все обговорить. И как бы в комментариях это будет очень тяжело сделать. А в комментариях пишите, как вам такой формат. Есть ли у вас раскраски, которые бы вы хотели продать или, может, даже отдать. Вот. И увидимся с вами в новых видео. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.